Так, слава Богу, уже кто-то подключился у нас, так что те, кто подключился, можете уже писать, вот хотя, темой я обозначил и евангельский клич, начнем с этого, наверное. Да, как раз. Господи, благослови этот эфир, благослови всех приготовивших все это, благослови всех участвующих, подключившихся, подключающихся, и всех, кто будет смотреть это в записи. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Иисусу Христу! Слава навеки Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава нашему Спасителю, сладчайшему Господу Иисусу! Один из самых красивых акафистов, да, вот брат Анатолий пишет, приветствую Сергей, слава Богу, вас тоже приветствую! И один из самых красивых акафистов православных, известных вот в русскоязычном мире, это акафист Иисусу сладчайшему. Православное песнопение, православный гимн любви к сладчайшему нашему Спасителю Иисусу Христу, слава Богу! Вот, и, дамы и господа, братья и сестры, все, кто подключился, да, Иван Левко, слава Иисусу Христу! На веки слава Богу Святому! Аминь, аминь, аминь! Всех вас, всех вас приветствую, рад, значит, в сети видеть, и, дорогие друзья, благоставляю всех вас во имя Господне! Сегодня суббота вечер, сегодня 18 ноября, 2017 год, да, а по библейскому летоисчислению, сегодня уже вот завершился месяц Хешван, 29 число, но уже вечер, уже начало нового дня, уже первое число месяца кислев, так что новомесячье такое у нас, новый месяц. Если, ну, у нас пасмурная погода в Киеве, не знаю, как у вас там, где вы сейчас находитесь, но у нас в Киеве сегодня очень пасмурная погода весь день, значит, днем, еще утром было больше, меньше, а вот весь день было пасмурно, и, но если у вас светло, ясно, вернее, ясно, то, значит, вы можете выйти на улицу и увидеть, как зарождается маленький-маленький серб, значит, он будет расти, в общем-то, месяц будет расти. Вот, начало нового месяца, сегодня первое число этого лунного календаря, у нас снег выпал, да вы что? Слава Богу, да, у нас нет, в Киеве снега нет, вот, но хотя уже прохладно. Ну, ничего, главное, чтобы в наших сердцах было не холодно, чтобы в наших сердцах было жарко, было полно любви, благодати Божьей, слава Богу. Вот, и, братья и сестры, дорогие мои, сегодняшний эфир, сегодня готовлюсь к собранию, да, готовлюсь к служению, завтра утром у нас богослужение церковное, вот, я уже разговаривал с нашим благочинным, значит, он сегодня в смену, но завтра будет, как раз, сразу после смены рабочей будет на собрании. Вот, и со Львова завтра утром, рано-рано утром выезжает, ну, ночью фактически, будет выезжать Кифа, вот, вот, если машина, то рано утром, а если поездом, то, наверное, уже прямо сейчас вечером где-то, вот, но утром он будет уже у нас в Киеве, так что со Львова будут гости у нас, вот, и он будет не один. Кем благочинный работает? Сторожем. Благочинный работает наш отец Алексей, работает сторожем сейчас. Он на пенсии уже у нас, вот, он всю жизнь проработал строителем, прораб, хороший прораб, много в Киеве что построил, значит, и руководил строительством здесь, но сейчас он на пенсии, и вот, ну, для пенсионеров, значит, подработка в Киеве в основном у нас вот такая, это вот где-то сторожем в охране работать. Да, слава Богу. Я завтра буду снимать на видео христиан заказ в православной церкви младенца. А, крестины, а, но ведь христиане должны в зрелом возрасте приходить к окрещению. Да, слава Богу, об этом сегодня как раз поговорим, брат Анатолий, как раз об этом сегодня поговорим. Вот, а Иван Левко пишет, благостовенная работа сторожем. Да, это точно. Знаете ли, и отец Алексей как раз он много свидетельствует, что, говорит, это Бог дал такую мне работу, чтобы я мог от всякой суеты на целые сутки, допустим, уходить, и там, в общем-то, работа такая сторожа. Знаете ли, много свободного времени. Вот, я, говорит, слушаю проповеди, слушаю Евангелие, накачаю себе разных проповедей, значит, разных проповедников. Он очень много любит сейчас слушать этого Джозефа Принца, Сингапура, церковь. Слава Богу, я тоже послушал, замечательный проповедник, вот, всем тоже рекомендую. И вот, отец Алексей наш просто расцвел вообще, вот, именно вот в этой благодати купаясь все. Слава Богу. Вот, и по поводу крещения как раз сегодня буду говорить. Да, так получилось как раз. Именно по поводу крещения. Да, я тоже сторожем работал, тоже. Так что, на подработках таких время от времени тоже, значит, и... Я даже один раз, ну, сторожем работал это, дом молитвенный охранял у песятников. Православный батюшка охраняет дом молитвенных песятников. Это такой, как бы, как они, вот, какой-то, ну, на самом деле, вот так вот. Ну, что, слава Богу, братья не бежали, значит, платили вовремя, значит, без задержек. И вот, благоставляли, так помогали мне, слава Богу. Вот так. Так что, самое-то главное, что чем бы мы ни занимались, как бы мы ни работали, где бы мы ни работали, самое главное, чтобы действительно в нашем сердце была любовь, мир, это радость Господня, слава Богу. Вот, и братья и сестры, вот, дамы и господа, обращаюсь ко всем, кто подключился сейчас, и также к тем, кто будет смотреть это уже в записи позже. Сегодняшний вечер, этот прямой эфир я посвятил теме. Я обозначил так. Евангельский клич и молитва за единство Церкви Христовой. Евангельский клич и молитва за единство Церкви Христовой. Да, охрана, да, точно, до молитвенных писятников, да, слава Богу. Хорошая была охрана, но Бог охранял, Господь охранял писятников там, да. В общем-то, да, есть что вспомнить. Да, и самое главное, что когда Бог охраняет, то это самая-самая хорошая охрана. Вот, и знаете, друзья, у нас завтра, вот завтра, говорю, ждем гостей со Львова, нашего епископа Кифу, ждем, значит, ждем других братьев еще в гости. И завтра у нас в Церкви запланировано еще такое специфическое служение. Мы совершаем его каждый год. Вот все годы нашего служения, вот реформаторской православной Церкви Христа Спасителя, архиепископом, которой я являюсь, все эти годы служения, а начал я служение с конца 2000 года, уже новую Церковь, Церковь православная уже нового поколения, в конце 2000 года. И вот с конца 2000 года, сегодня уже 2017 год, знаете ли, да, слава Богу. И, значит, и знаете, все эти годы, предпоследнее воскресенье, так, ноября, ну и в течение ноября месяца мы тоже это время в времени делаем на других собраниях, но предпоследнее воскресенье ноября у нас избирательно вот так проходит специальное служение такое, молитва за единство Церкви Христовой, молитва за единство христиан. Вот, и почему эта молитва совершается? Вот я сейчас поясню. Дело в том, что 95 лет тому назад, вот на этой неделе исполняется, вот 22 ноября, такой юбилей, 95-летие, 95 лет тому назад, в 22 году, произошло очень интересное событие, очень важное, на мой взгляд, событие, даже, скажу так, историческое событие. Впервые молились за единство верующие православные, ну это чаще всего были обновленцы, обновленческие священнослужители и евангельские христиане, Всероссийский союз евангельских христиан под руководством Ивана Степановича Проханова. Иван Степанович Проханов пишет об этом в своей книге в «Котле России», и также об этом пишет Марцинковский в своей книге «Записки верующего», и в некоторых других тоже исторических таких материалах сохранились, пусть немногие, но скупые очень данные, но о тех событиях, слава Богу. Другие конфессии приглашали на такую важную молитву? Да, приглашали, значит, и, в общем-то, я и рассылку делал, значит, и везде оповещал, значит, и, да и я скажу так, что здесь, в Киеве, слава Богу, но большинство христианских церквей, они открыты вот к подобным таким встречам. Знаете, ну только одно «но», это у нас проходит воскресенье, а воскресенье у всех свои церковные собрания, церковное служение. Поэтому, знаете, вот оно, вот, как сказать, совершается, но у нас гостей будет не так много, значит, дело в том, что все совершают в своих церквях, то есть, но я так рассуждаю, что ведь не то важно, чтобы мы были вот именно вот в одном собрании, а главное, в одном духе, чтобы были. Можно быть в одном собрании, а быть очень далеко, сердцами своими друг от друга. Вот, а можно быть далеко, знаете ли, друг от друга, казалось бы, физически, но сердцами быть единодушными. Телом отсутствуя, но духом присутствуя с вами, как апостол пишет, вот так же и мы молимся. Но 22 число, это у нас, кстати, 22, это у нас что будет у нас, вторник, да, или, а, среда. Вот мы сделаем 22 числа специфическое служение такое, как раз специальное служение, посвященное этому, ну, такое, да, в среду 22 ноября, отметим как раз это, я думаю, или таким прямым эфиром, наверное, тоже, потому что здесь могут собраться у нас в нашей архиепископии наши священнослужители, мы можем собраться здесь, прям на квартире, помолиться, значит, там, значит, благословить Бога, значит, и вот как раз и быть в эфире, кстати, очень хорошая мысль. Вот, и, то есть, в среду давайте запланируем так вот, как раз именно такую общую молитву, да, было бы здорово. А, кстати, еще мне тоже Кифа сказал, значит, наш епископ, что, со Львова, что можно будет делать по скайпу такую конференцию тоже, вот, я думаю, что вот на Ютубе это будет в таком эфире прямом, а тут же рядом подключу я скайп и сделаем, ну, с ноутбука, допустим, у меня ноутбук здесь, с ноутбука сделаем именно скайп еще конференцию, то есть это будет такая двойная польза еще, я смогу услышать братьев, вот, значит, наших служителей, значит, и вы сможете участвовать тоже в этом, слава Богу. Так вот, такая краткая история вот того, что произошло в 22-м году, предыстория краткая. Дело в том, что православная церковь, вот как Иван Степанович писал про ханов, за 900 лет христианства на Руси, так, говорит, и не прозвучало проповедь Евангелия. Знаете ли, это была большая проблема. И иногда звучало проповедь Евангелия, но это не благодаря структуре религиозно-церковной, а чаще всего вопреки даже, наоборот, как раз вопреки церковной религиозной структуре. Вот так вот. И, знаете ли, те, кто пытался проповедовать Слово Божье, религиозная структура с ними очень жестоко расправлялась на протяжении многих этих столетий. Вот, и, да, в самом конце 19-го века, когда вот в Российской империи тогдашней праздновали так помпезно, торжественно праздновали 900-летие христианства на Руси. Здесь, кстати, в Киеве, кстати, в то время, вот там на правом берегу, да, открыли как раз к этому юбилею Владимирский собор знаменитый, красавец собор. Один из самых красивых соборов, значит, не только в Украине, вообще вот, значит, у нас здесь на континенте. Очень красивый, действительно, собор и снаружи, и внутри, ну, блистательно, на самом деле, сделано все. И, значит, и там фрески Васнецова, я люблю там бывать. Вот, и там сейчас находится центр, религиозный центр Украинской православной церкви Киевского патриархата. Вот, здесь вот метро-университет, я туда часто езжу, значит, и бываю там на служении, да и бываю там какую-то литературу прикупаю. Кстати, вот здесь вот есть у меня и служебник, и требник есть, значит, кстати, вот служебник, это же служебник как раз Киевского патриархата, да. Угу, да, служебник сейчас. У меня несколько таких изданий. Редки с ней чинопоследования. Да, здесь еще отец Алексей сделал как раз такие пометочки на полях. Благослови, Владико. Диак співает. Священник. Благословиний Бог наш, завжди, нині, повсякчас, и на веки веки. Читается. Аминь. Слава Тоби, Боже наш, слава Тоби, царю небесний, утешителю души, духу истини, що всюду є, і все наповняй, наповнюешь. Скарбниця добра и життя подателю, прийди и вселися в нас, и очисти нас от всякої скверни, и спаси, спаси, милосердный, милосердный души наши. Да. Да. И вот, когда собор тот открывали, как раз в честь 900-летия христианства на Руси, то, знаете, великий русский писатель Николай Лесков тогда как раз работал в Киеве. И он записал, он работал в архивах монастырских летописей, пересматривал, значит, и как раз изучал тему истории крещения Руси, и он вынужден был тогда констатировать факт. Записал так, он, такими словами, свои размышления, что Русь, говорит, была, говорит, крещена, но не просвещена. Крещена, да, крещена, согласен, да, но не просвещена. То есть, вот, крестить крестили, но не просветили. А о самом князе Владимире Николай Лесков тот же самый написал такие слова тогда же, что он, говорит, князь, имеется в виду князь, Он, говорит, принял христианство, но не принял Христа. Принял христианство, то есть, как религию, да, вот, и здесь тоже как раз и в Требников, в Служебниках там много текстов таких, знаете ли, красиво все, но без духовного возрождения все это превращается просто, ну, как Николай Васильевич Гокуль писал, значит, в хорошо отрепетированное, говорит, театральное действие. Вот так он, по-моему, в размышлениях о божественной литургии написал так вот. Превращается в хорошо отрепетированное театральное действие, где все уже, роли все расписаны, просто люди играют определенные роли, значит, служители за деньги, выполняют определенные требования там и прочее. Но, к сожалению, к сожалению, так оно вот как бы и происходило. И вот на протяжении почти тысячи лет православная церковь была господствующей, ну, она до сих пор, как бы, может, не до юра, но де-факто так влиятельная и господствующая в умах, по крайней мере, сегодня не юридические так вот, то есть не полицейские, а вот, значит, так вот в умах душах большинства населения. Так вот, и, к сожалению, за это тысячелетие, знаете ли, не только не проповедовалось Слово Божье, фактически, вот, значит, православная церковь, я имею в виду, а наоборот, наоборот, всячески душилась проповедь Слова Божьего. Гнались те, кто как раз проповедовали Слово Божье. Ну, начиная с самого крещения Руси, в общем-то, можно так вот даже сказать, с самого крещения Руси, это можно вспомнить, значит, богомилов тех же самых, да, вот, там, можно вспомнить впоследствии, там, стрегольников, там, жидовствующих, там, не знаю, кого еще, старобрядцев каких-то, то есть, Малакан, там, значит, Духоборов, значит, можно много кого вспомнить, субботников, там, значит, там, баптистов, штунды баптистов, штунды, то есть, разные течения преследовались, разные верующие преследовались на протяжении этих столетий. Вот, и люди отдавали свою жизнь, платили очень страшную цену, отдавали свою жизнь за право читать Библию, за право верить так, как сказано в Писании, за право молиться только лишь к Богу, без иных посредников, за право молиться своими словами, за право, действительно, иметь и ум, и честь, и совесть свои, за право персональное, осознание персональной ответственности перед Богом, значит, за эти вот такие свободы, за такие вот, будем так говорить, христиане, действительно, платили цену, да, тысячи, тысячи людей погибали в застенках православной инквизиции, горели на кострах и погибали под, значит, пытками палачей, вот, и официально последний замученный за веру, значит, православными монахами был убит в конце 19-го столетия, представляете, вот, тогда, когда в Европе уже об инквизиции забыли, итог лишь из учебников по истории уже вспоминали, у нас еще были пытки, дыбы и были смертельные случаи, до смерти замучивали, это было в Суздале, по крайней мере, последний раз, вот, и то показательно, что монахи, участвующие в этих пытках и замучившие старобрядца, старовера, за его веру, значит, за его религиозные убеждения, не были наказаны, значит, никто из них не сел в тюрьму, не попал во строк, то есть, царское самодержавие покрывало все эти беззакония, хотя было предписание, чтобы пытали не до смерти в следующий раз, вот так вот. Но сто лет назад это безумие закончилось, в 1917 году, в начале 1917 года царское самодержавие пало, и эта система, безумная система, она просто-напросто рухнула. Прогнившая насквозь уже система православного царизма, царского самодержавия православного, рухнула. Слава Богу, что это совершилось тогда, значит, и церковь, и православные, и все другие христианские течения, вот, бывшие Российской империи, получили тогда свободу, получили возможность совершать служение, верить так, как действительно они то избирают сами люди, а не так, как начальники велят. И, значит, и когда Керенский подписал документ, значит, и Временное правительство огласило закон о свободе совести, тысячи узников совести были отпущены на свободу, десятки тысяч, тысячи проповедников, баптисты, штунды баптисты, молокани, духоборы, значит, старопрятцы, там много-много очень разных христиан было отпущено на свободу. Тысячи и тысячи томились в узах, значит, начиная с Петропавловской крепости, по монастырям, и по Острогам, и по Сибири, матушке. Вот такие были времена. И потом, в период такой, недолгий такой свободный период, на протяжении 17-го года, было позволено, на самом деле, верить людям, бывшей этой империи Российской, так как они это считают для себя важным, нужным. В это время было большое духовное пробуждение. И очень много, Проханов писал, кстати, что очень много тогда покаялась, обратилась к Богу людей. И я видел фотографии в Москве, значит, в Туле самой, там, значит, где-то еще старые фотографии, еще вот того времени, как раз, 17-й год, там, значит, когда там тысячи людей принимали крещение в согласии со своей верою, по вере во Христа Иисуса. Вот так, да. И вот, потом, конечно, в конце 17-го года был большевистский переворот, который впоследствии, уже в 30-е годы, был назван революцией октябрьской. И пришли к власти коммунисты. Это уже отдельная история, я об этом говорил в прямых эфирах предыдущих, как раз именно вот конца октября и начала ноября. Непосредственно, как раз вот, красный день календаря, или кровавый день, я, по-моему, называл так, день календаря. Вот в тех эфирах я это говорил. Посмотрите записи, если кто не смотрел. И вот, значит, и события 22-го года. Представляете, значит, очень интересное событие. Проханов Иван Степанович и Всероссийский союз евангельских христиан, сокращенно всех, аббревиатура так, всех, Всероссийский союз евангельских христиан, вот написали письмо в 22-м году. И здесь, в этом письме, значит, было написано следующее. Но не просто это было к православной церкви, а это письмо группе живой церкви. То есть это как раз тогда, ну, юридически еще не родилось обновленческое братство наше. Наше братство официально родилось в следующем уже, в 23-м году. Официально это было в 23-м году. Но неофициально уже существовало это братство де-факто. До юре родилось наше движение, вот православное реформаторское такое обновленческое движение в 23-м году. А уже формировалось оно тогда в 22-м, и даже раньше, даже раньше году. В 17-м, 18-м, 19-м годах в Петрограде, значит, в Москве формировалось это братство. Родилось оно в Москве в 23-м году, в храме Христа Спасителя, на соборе, втором поместном соборе всероссийском. Да, ну, а возрождение свое наше братство получило уже в Киеве в конце 2000-го года, начало 2001-го года. Вот, вот наша церковь как раз продолжает деяния обновленца тогда, в 20-х годах. И вот, я зачитываю сейчас, евангельский клич, открытые послания высшему церковному управлению православной церкви и группе «Живая церковь». Да, есть вопрос, православные говорят, что мы благодаря им появились, благодаря им появилась Библия, и только они преемники апостольской церкви, остальные еретики вкратце. Что им на это отвечать? Кристи Гроссман. Да, я многократно подобное слышу, заявление, и сам я раньше нечто подобное говорил, конечно же, да, потому что, ну как, так был, тоже был научен в свое время, потому что я был традиционным православным священником, поэтому тоже был научен подобной же ереси. Вот, но, во-первых, сразу, вот таких вот словоблудов останавливайте вот такими словами, что православной церкви, тогда, когда Библия, значит, была писана, ее не было еще. Во-вторых, когда вот канон Библии, он официально декларировался на соборах, православной церкви в то время официально не было вообще. Вот, сам термин православия, ортодоксия впервые в конце четвертого столетия был провозглашен императором Феодосием Великим. Кстати, им же было слово инквизиция впервые, тоже было провозглашено официально. Да, интересно совпадение такое. Вот, значит, и больше того скажу, православная церковь в таком виде, в котором она существует вот сегодня, значит, появилась гораздо позже, гораздо позже. Вот, значит, и, ну, скажу так, де-факто это конец, не конец, а середина девятого столетия. До середины девятого столетия, вот, такого православия, ну, были отдельные поползновения к этому, но не было. Мои лекции можете прослушать по истории христианства, я там подробно это все рассказываю. Вот, значит, то есть, да и еще, второе, второй аргумент. Канон Библии, он не формировался церковью, дамы и господа. Он уже констатировался церковью. Вот, да, значит, отцы церкви на соборах в четвертом столетии, начало четвертого столетия, да, они действительно говорили о книгах канонических, книгах, которые мы признаем христиане. Они писали, что мы признаем. То есть, действительно, весь христианский мир признавал эти книги. Значит, были всевозможные апокрифические, подложные, но это в основном лишь в отдельных общинах, у отдельных христиан были на руках, вот, как бы, значит, и, или пользовались авторитетом в отдельных лишь общинах. Вот, общехристианские, они были неизвестны, ну, и известно было лишь одно, что они появились гораздо позже, вот так вот, не от апостольских времен. А то, что от апостольских времен сам Бог, одним словом, не православная церковь, не католическая, никакая другая, не протестантская, не могла формировать канон Библии. Знаете ли, потому что если мы создали Библию, то тогда мы можем ею и пренебрегать. Вот так вот мыслят сегодняшние многие православные священнослужители традиционные, к сожалению. Знаете ли, но я поставлю вопрос так, а если это Божья книга, если это Божье слово, если не мы создали Библию, а Бог создал Библию, тогда уже, извините, подвиньтесь, тогда нужно уже слушаться того, что Бог сказал. Вот, здесь вопрос очень важный, что первично, курица или яйцо, да? Вот, значит, и по поводу преемники апостольской церкви. Приемниками апостольской церкви сегодня, ну, ни одну конфессию на земле невозможно назвать, честно говоря. Я знаю десятки, даже, ну, добрую сотню, так более-менее хорошо знаю разных христианских течений, но ни одной из них я не могу назвать именно преемником апостольской церкви непосредственно. Ни православной, ни католической, ни протестантской церкви. На сегодняшний день, ну, с большой натяжкой, некоторые, может быть, протестантские церкви можно назвать как бы преемниками, но я считаю, что именно преемниками церкви первоапостольской являются не отдельные какие-то церкви, я думаю, это даже невозможно, а вкупе все христианство. Понимаете ли, вот, соборность, я верю в такую соборность, я верю в братство, это истина, она и в православии, и в католицизме, и в протестантизме разбросана так вот, знаете ли, это тело, потому что тело, это не структура, это не конфессия, церковь Иисуса Христа, это живые возрожденные души, и дух дышит где хочет, а не там, где ему указывают папа римский, или патриарх, значит, российский, или, значит, или там, допустим, это какой пастор миллионной церкви, вот так вот. Дух святой – это личность, дамы и господа, и он дышит где хочет. Вот, но более подробно я рассказываю, значит, об этом в семинарах по истории христианства как раз, и разоблачаю ложь этой так называемой апостольской правопреемственности и прочей-прочей ереси все эти. Вот, вот, и продолжаю читать, значит, письмо 22-го года, послание Высшему Церковному Управлению Православной Церкви и Группе Живой Церкви, от Свободной Евангельской Народной Церкви Всероссийского Союза Евангельских Христиан, 22-й год, и вот начало самого письма этого. «Мир Вам от Господа нашего Иисуса Христа! Приветствую зародившееся в Православной Церкви движение, принявшее название Живой Церкви». Ну, на самом деле, Живая Церковь – это было одно из таких самых популярных в то время названий. Свободная Народная Евангельская Церковь Всероссийский Союз Евангельских Христиан имеет к тому особое основание. В 1911 году председатель Всероссийского Союза Евангельских Христиан Проханов обратился к тогда существовавшему Синоду с просьбой расширить распространение Евангелия в народе путем усиления печатания Библии, Новых Заветов и тому подобное. В частности, путем напечатания портативной Библии карманного формата. Синод, совершенно не заботившийся о духовном просвещении народа, в этом отказал и поручил архиепископу Антонию Волынскому вступить в переписку с Всероссийским Союзом Евангельских Христиан. В ответ на последовавшее со стороны архиепископа Антония Писание последовало исчерпывающее послание Всероссийского Союза Евангельских Христиан всех. В этом послании указывалось на бедственное духовное состояние русского народа. В то же самое время Синод и все духовенство приглашалось покаяться в вековом грехе, ожить и начать деятельность соответствующей возложенной на них ответственности. Вместе с тем предсказывалась судьба руководителей православной церкви в случае, если они откликнутся, не откликнутся вернее, на призыв Божий. Если посмотреть внимательно, говорилось в послании, суд Божий грядет. Этот суд пришел на наших глазах и оказался очень тяжелым для руководителей церкви. Там же говорилось, что возможны такие случаи, что церковь может носить имя будто жива, а на самом деле мертва. Из книги Откровений цитата там. Что она может быть несчастна, жалка, слепа и нага. Что светильник может быть сдвинут и тому подобное. Тоже из книги Откровений цитаты. Таким образом, несмотря на вековые гонения со стороны православной церкви, свободная народная евангельская церковь следует примеру Спасителя и, покрывая все любовью всепрощения, призывала гнавшую ее старую государственную церковь к обновлению, оживлению и очищению. Это был пророческий голос, внушенный самим Богом. Но, увы, она тогда не увидела дня посещения его и не услышала голоса его. Но голос евангельской церкви и теперь не замолк. С чувством искреннего доброжелательства и мира он звучит по адресу вновь образуемой церкви. Из вышеизложенного ясно, что ничто не может так радовать евангельскую церковь, как тот факт, что мертвая православная церковь делается живой. И попытка в этом направлении для нее весьма ценна. Наблюдая, однако, дальше само послание. Я не буду все письмо писать, зачитывать, оно очень пространное. Но вы уже услышали, наверное, эту нотку действительно христовой, христианской любви. И что братья тогда под представительством Проханова, они как раз из Писаний, из священных Писаний убеждали лидеров православия тогдашнего, 22-го года, начать реформацию, начать обновление. И, знаете, интересно, я только скажу, не знаю, наверное, в конце, в котле России, а вот, вижу. Из Марцинковска могу тоже прочесть кое-что здесь. Так интересно, зачитывать те моменты. Да. Да. И вот, значит, Марцинковский пишет, интересно, в своей книге «Записки верующего». 22 ноября, он пишет, 1922 года, происходило знаменательное собрание в московской общине евангельских христиан. Целью его было, согласно инициативе Евангельского союза, объединить в молитве всех христиан, независимо от их церковного направления, включая и православных. Народ прямо ломился в зал, кое-как вместивший около тысячи человек. Выступали с речами представители разных вероисповеданий. Присутствовали митрополит Антонин, архиепископ, точнее, Антонин, священник Б, протодиакон и прочь, и другие представители православия, не принадлежавшие ни к Тихоновской, ни к Живой Церкви. Общий тон, звучавший во всех речах, был призыв к единству всех христиан. Пресвитер евангельских христиан предложил всему собранию спеть символ веры. Этот, по его выражению, прекрасный гимн Христу. Вот это «Верую во единого Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, Всего видимого и невидимого». Прекрасный гимн Христу на самом деле. Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. И дальше «Пение было единодушное» написано у него. Молитвенное, потрясающее. Эх, жалко не было камеры, не было съемок. Вот посмотреть бы такую запись, да, друзья? Но на небесах мы увидим все. Мы узнаем всю историю, мы узнаем все. И можем лично как раз этих людей тоже порасспрашивать о многом. Слава Богу. Ведь это же историческое событие. Только вдумайтесь, дамы и господа, братья и сестры. До 22-го года, до 22 ноября 22-го года, это даже, ну, самого крещения Руси с 988 года, 988, да, конец 10-го столетия, и до начала 20-го столетия. Это казалось просто фантастика. Это, ну, невозможная, нереальная вещь, абсолютно. Знаете ли. Значит, и, однако же, это невозможное стало возможным. Вот. Бог благой, а сегодня мы продолжаем дела эти, да. И вот дальше я дочитаю, есть фрагмент такой интересный. Вот. Значит, архиепископ Антонин закончил свою речь свободной молитвой, простой и вдохновленный. Молодец. Слава Богу. Антонин Грановский, великий православный реформатор того времени, 20-х годов, ну, правда, он через 5 лет уже умрет, в 27-м году он ушел в вечность, но он молодец, он действительно, вот, был одним из лидеров живой церкви, один из лидеров, одним из лидеров, даже он свой союз впоследствии в 23-м году, в 24-м, точнее, основал свой союз церквей. Он так и назывался, союз церковный возрождения, возрождение, да, вот именно союз возрождения, он возглавлял его как раз, ну, до самой смерти, до 27-го года. И вот, то есть он молился своими словами, да, вот это, для дореволюционного епископа это просто фантастика вообще, я прекрасно понимаю, о чем говорю. Так, и мне было поручено, пишет Марцинковский уже, да, потом, говорить дважды, в середине и в конце собрания, я не мог назвать какой-либо общины представителем которой я являюсь. И я начал так, ну, он на самом деле, Марцинковский в то время, в 22-м году был на перепуте, он, с одной стороны, православный христианин, но, с другой стороны, он и евангельский уже христианин. И, кстати, Марцинковского потом его арестовали, значит, я тогда расскажу ту историю, его арестовали, ЧК его арестовала, НКВД, и, значит, его держали в одной камере с митрополитами, епископами православными. А он как раз, ну, скажу так, он официально не выходил из православия, но, по сути, он уже был неправославным человеком, ну, нетрадиционным православным, вот как я, допустим, да, вот, я православный, но я нетрадиционный православный, Я уже реформатор. И он был, Марцинковский, был уже реформатором таким. И знаете ли, Марцинковский, он вопрос о педобаптизме тогда поднимал ребром, вопрос ставил. Вопрос о педобаптизме, то есть это крещение младенца, вот как раз как брат вопрос такой задал в самом начале там. Так вот, и Марцинковский как раз и спрашивал этих седобласых митрополитов, епископов дореволюционных, находясь в камере в одной НКВД, в ЧК НКВД. И он говорил, что отцы-братья, почему мы должны, почему у нас не так, как сказано в Писании. В Писании говорится о крещении в согласии со своей верою, которая совершается по вере во Христа. А здесь, знаете ли, значит, а у нас, к сожалению, совершается все вот так вот в младенчестве. Вот, то есть, ну, по правовстанному это называется педобаптизм. Есть баптизм, есть педобаптизм. Баптизмом называется крещение уже сознательное, по вере. Педобаптизмом называется крещение, когда без меня меня крестили, будем так говорить, так проще говоря. Вот, и, значит, и, знаете ли, там Марцинковскому, один из митрополитов тогдашних дореволюционных еще, сказал такие слова, что, знаете ли, вот так и так, брат Владимир, вот, мы как церковь имеем власть связывать-развязывать. И что мы свяжем здесь на земле, будет связано на небесах, там и развяжем, будет развязано на небесах и прочее. Вот, и вот мы, якобы, пользуясь этим правом, мы изменили порядок. Да, в Библии говорится, что кто будет веровать и креститься, спасен будет, а теперь по-другому, потому что мы постановили, мы посовещались и решили, вот так вот. Ну, и Господь уже вынужден, извини, подвинься, как бы уже слушаться нас, как бы. Ну, так я вам так вам не говорил, извиняюсь, но так утрирую. И вот, интересно, но Марцинковский, слава Богу, он не сдался в этих рассуждениях. Он сказал этим отцам-братьям, сказал так, значит, что, ну, отцы-братья, говорит, но ведь не церковь, ну, как бы, не Христос повинуется церкви, да, а церковь повинуется Христу. Ведь церковь повинуется Христу, а не наоборот. И слава Богу, что вот Марцинковский писал тогда, что, значит, что там в камере вот эти митрополиты и епископы задумались и, по крайней мере, больше не возражали ему, значит, и размышляли. Вот, вот так вот, такая была история. Да, и Марцинковский, он как раз вот завершал тогда служение. Кстати, Марцинковский впоследствии, он, ему дали возможность выехать из СССР еще до, ну, как раз перед тем, как занавес уже опустился железный. Вот, значит, и он женился на дочери Шумахера тогда, значит, известного тогда немецкого археолога в Израиле. Ну, тогда еще и Палестина, значит, тогда еще не было государства Израиля, оно еще не было возрождено. Это было еще, ну, между мировыми войнами двумя. Вот, и Марцинковский начал там служение в Хайфе. Да, в Хайфе, значит, и уникальность общины в Хайфе, такой православной, христианской, мессианской такой общины, было в том, что там вместе молились арабы и евреи. И это было впервые, говорит, так, чтобы в одной общине были и арабы, и евреи, и совместно арабская еврейская община, такого мессианского направления. Вот, мессианского, христианского такого направления. И, кстати, Марцинковский, да, Бог ему дал такую благодать быть очевидцем возрождения государства Израиля в 1948 году. Он даже вещал на радио последние годы как раз своей жизни там. Ну вот, и вот я дочитаю слова Марцинковского, его воспоминания из его книги «Записки верующего». Начал так речь он свою. Я верую во единую святую соборную и апостольскую церковь и дерзаю здесь выступать во имя главы ее Господа Иисуса Христа. Перед церковью, говорил я далее, всего было два пути. Или обмерщение, путь великой блудницы, сидящей на звере багряном, то есть опирающейся на кровавое насилие государства. Или это был путь жены, облеченной в солнце, путь апостолов, исповедников и мучеников. Постепенно в зале нарастал дух единства. Казалось, русская душа, расколота различными разными церковными течениями, устремилась к своей собранности и ценности. И когда пели «Христос воскресе», это не была Пасха, но было вне временное переживание воскресения. Могучий подъем слил всех воедино. Казалось, и стены вибрировали в созвучии с нашим пением. Многие плакали. Одна женщина в молитве со слезами излила свою радость и благодарение Богу, ибо исполнилось, наконец, молитвы ее сердца о единстве верующих. Да, вот так вот, слава Богу. Вот такая история. 22 ноября. Запомним эту дату, да? Запомним эту дату. Она в календаре нашей церкви отмечена. В календаре реформаторской, я имею в виду, православной церкви Христа Спасителя, она отмечена, эта дата. И мы как раз вот предпоследнее воскресенье ноября посвящаем этой молитве. То есть, ну, завтра. Завтра. Так что, братья и сестры, в своих церквях завтра передавайте приветы от православных реформаторов, евангелистов, значит, от православных христиан веры евангельской, библейской веры. Передавайте привет огромный и такие любовные пожелания, благоставения все во Христе Иисусе. И передайте, по возможности, вашим служителям, старейшинам, пресвитерам, пастырям, чтобы тоже присоединялись к молитве за единство верующих, за единство христиан. Вот. Ну, а наше служение будет завтра здесь, в Киеве, на Кловской, возле станции метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это предприятие общества слепых, УТОС, арендуемое нами помещение. По воскресеньям аренда наша с 9 до 12 часов. Всех вас жду. Почему в традиционном православии не происходят реформации? Она происходит, брат, она происходит, но происходит эволюционно. Знаете ли, есть революционная реформация, есть эволюционная реформация. И эволюционно она происходит, но не так быстро, как хотелось бы, конечно. Отец Александр Мень, он был сторонником более такой эволюционной реформации. Я лично сторонник революционной реформации, хотя я не отрицаю, что некоторые вещи требуют именно эволюционного подхода, постепенного, поэтапного. Но многие вещи требуют, на мой взгляд, именно революционного решения, важного, быстрого решения. Допустим, кому молиться? Здесь нельзя постепенно, хотя какое-то время можно, наверное, разъяснять, требуется убеждать людей, безусловно, конечно. Но эту вещь для себя вероучительна, нужно решить священникам, в первую очередь православным, сто процентов, как вот говорят, как отчинаш, знаете, чтобы это было прописной истиной. Кому молиться? Матренушкам, Иванушкам, Богородицам? Кому молиться? Нет. Только к Богу. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеком, и человек Христос Иисус. Поэтому законно канонично молиться Отцу Небесному во имя Иисуса Христа. Все. А остальное это уже наши уже религиозные демагогии, религиозные болтовня. Знаете ли, словоблудие всевозможное. Вот, то же самое вопросы идолопоклонства. Образа хотите иметь? Нет проблем. Пожалуйста, можете иметь разные образа, но, пожалуйста, друзья, побойтесь Бога. Не почитайте их. Почтение и служение только лишь Господу. Все. Это даже будет прописной истиной. Знаете ли, это нужно просто, ну, как бы на уст намотать. Это нужно действительно просто прояснить для себя. Никакого многобожия, никакого идолопоклонства, это однозначно. Вот, остальные вопросы уже будем решать уже по ходу уже. Вот. Значит, эволюционно. Но эти вещи требуются, именно революционные вмешательства требуются. Вот так вот. Революционная реформация. А есть эволюционная реформация. Эволюционная реформация, она неизбежна сейчас. Век информатики. Большинство священников, молодых особенно, сидит в интернете, слушает проповеди. Не так давно я познакомился с одним священником, допустим, вот здесь Московского патриархата, в России, в Украине, извиняюсь. То есть, он к российскому патриархату, то есть, он служит в Украине. И он сидел, значит, на разных сайтах, значит, там, и всякие порно-сайты смотрел, значит, ну, был у него, он рассказывал, делился честно, признавался вот этим грехом своим, что, говорит, слава Богу, Бог меня спас от этого, говорит. И он рассказывал такую интересную вещь, что, говорит, случайно зашел по какой-то ссылке на христианский канал, значит, послушал, его проняло, стал еще и еще заходить туда, в другие христианские проповеди стал слушать харизматов, писиатников, баптистов, стал интересоваться и через это пережил обращение, личность на обращение к Богу, будучи уже священником, да, стал читать Евангелие, Новый Завет. И сейчас, ну, он так не вышел из своей структуры, вот, по-прежнему там служит, но он уже эволюционно, уже действительно реформирован, и хотя он внешне, он еще там, да, служит, все как у них положено в их структуре, но, я вот всех бабушек своих убеждаю, пожалуйста, молебен, если молебен, то давайте Господу Иисусу Христу. А как же Матушка Богородица, а как же там Матрёнушка, а как же там Иванушка, а как же кто-то еще? И он их убеждает, я говорю, убеждаю своих бабушек, прихожанок, ни в коем другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом. Разъясняем, показывай на Иисуса Христа, вот, фильм показывай, прочее. Православные священники молятся на их языках? Нет, нет, это очень большая редкость, очень большая редкость, вот, у нас, по крайней мере, это чрезвычайная редкость. В США православные, довольно уже многие молятся на языках, есть даже такие течения, такие юрисдикции, которые так и называются, Харизматик Ортодокс Чорч, Харизматик Ортодокс Чорч. Это православные, в основном, греческого происхождения американцы, вот, я бывал в этих церквях, бываю, значит, проповедую, вот, Индосирийская церковь, там Верон Аш был такой, уже покойный, уже, знаете ли, но мы с ним только по телефону могли общаться, значит, но я не смог быть у него тогда, последний раз, когда был в Штатах, вот, я уже улетал, уже билет на руках был уже, и у меня уже, мне нельзя было уже задерживаться в США, потому что уже, я бы даже билет сдал бы, взял бы другой билет, но уже, я и так, три месяца, ну, то есть, весь срок положенный, я уже максимально отслужил в США, и поэтому я уже не мог задерживаться ни один день уже, иначе я бы нарушил законодательство американское, вот, значит, и я не, ну, как, кесарю кесаревой, но я извинился, Верону, я пояснил через переводчика, что уже в следующий раз, уже привлечу, уже буду у тебя служить обязательно Словом Божьим, но, теперь только уже на небесах увидимся с ним, потому что он уже ушел в вечность уже, вот, есть другие православные церкви, есть сирийское православное братство, значит, там есть молящиеся на языках, в Израиле есть православные харизматики, вот, значит, и, значит, но у нас, к сожалению, пока, вот, кроме нашей церкви, вот, реформаторской православной церкви Христа Спасителя, нигде больше подобно не практикуется, вот, значит, к сожалению великому, но я надеюсь, это все скоро изменится. Да, и пришло время уже окончания эфира, вот так быстро, да, значит, час этот пролетел, значит, и я уже готовлюсь, буду готовиться сейчас к собранию, к служению, сегодняшняя ночь это молитва за, вот, единство христиан, буду молиться, как раз, за предстоящее собрание, служение наше, вот, значит, накловской, Ну, а вы, братья и сестры, передавайте у себя в церквях, там, приветы все, вот, и еще телефон для связи, значит, Киевстар мой, здесь в Украине, этот номер, уже писали мне смс-сообщение, вот, здесь несколько смс-ок пришло интересных сегодня, так, А, вот здесь, одна сестра пишет, ну, я понял по тексту, а, она, сестра, да, прошу согласиться со мной в молитве согласия, что его ранами Иисуса, да, мы и я, Ольга, исцелены, то есть, сестру зовут Оля, противостою симптомам сахарного диабета и его последствиям, да придет свобода, вот, слава Богу, соглашаемся, да, молиться, благоставляем, Я молюсь каждый раз, когда получаю такие сообщения и соглашаюсь молиться и благодарить Бога за полное исцеление, пусть то, что совершилось 2000 лет назад, оно сегодня станет реальностью для нас через кровь Иисуса Христа, через кровь Завета Вечного, А дальше эта сестра написала для меня уже, вашему зятю, ну, вот, я молюсь и тоже к этому призываю тоже братьев, вот, я высказал свои нужды молитвенные о зяте моем Михаиле, вот, который на сегодняшний день пока, к сожалению, отступил от Бога, знаете ли, но верю, Бог силен восстановить отпадшего, вот, значит, и у меня муж, она пишет, Получил свободу от алкоголя, 12 лет молилась, но в вашем случае будет все быстрее, во имя Иисуса, шалом вам во всех сферах жизни, аминь, аллилуйя, слава Богу, да, и телефон для сообщений таких, значит, молитвенных, значит, даже если на собрании, значит, ну, я телефон выключаю, правда, или же беззвучно делаю режим, но на собрании прочитываем, молимся тоже, и будем молиться за вас тоже, вот, значит, 096, 096, 96, 2, 66, 75, еще раз, 096, код, и сам номер, 96, 2, 66, 75, если из-за границы, если вы из-за пределов Украины, то не забудьте, когда смс набираете, то вначале плюс 3, 8, код Украины набрать, потом 096, 96, 2, 66, 75, вот, это номер, значит, и этот же номер использую как карточку банковскую можно использовать, да, значит, слава Богу за вот эту услугу такую, Киевстар, значит, с любого населенного пункта Украины, или через интернет, можете пополнить этот счет, значит, в гривнах, значит, и на этот же счет гривны, и я могу через новую почту их получать, значит, налично, получал в прошлые дни 50 гривен, 100 гривен, 200 гривен даже было, то есть, вот, люди жертвуют на дело служения Господу, пусть Бог благостает всех вас во имя Господа Иисуса Христа, да, напоминаю еще раз номер, 096, 96, 2, 66, 75, вот так вот, до встречи, до связи, вот, и еще, друзья, слава Богу за всех вас, дорогие друзья, преломляйте хлеб, но я не знаю, конечно, если в ваших церквях есть другие учения, то, конечно, ну, вам надо следовать тому, чему вам там говорят, то есть, в собрании вы, как бы, делаете то, что там уже заведено уже, но в частном порядке, действительно, мы преломляем хлеб часто, стараемся ежедневно преломлять хлеб, да и вообще, даже, когда все, что ты кушаешь, благодаришь Бога за все, я воспринимаю это как тоже некое причастие, но когда беру хлеб, вино, хлебопреломление совершаю, вот здесь у меня сок виноградный из Израиля, в синагоге, в Киеве, в синагоге продается, в Бродскому синагоге, там есть краны, там можно купить, и вот беру хлеб, беру плод виноградной лозы, значит, и благодарю Бога Всемогущего за тело и кровь его святые, благодарю за таинство это, я принимаю тело, принимаю и кровь Спасителя моего Иисуса Христа, которой есть истинная пища, есть истинная пища, настоящая пища, и истинно есть питье наше, это, конечно, есть разное воззрение, разное понимание того, Господи, но я благодарю Тебя, что я просто даже не понимаю умом до конца этого таинства, этой тайны, я принимаю действительно Твое тело и действительно Твою кровь, потому что я плоть от плоти Твоей, кровь от кости Твоей, кровь от крови Твоей, Боже,